Небольшой короткий апдейт по биткоину, потому что это важно. Посмотрите внимательно на TRDR, на нашем любимом скринере. Кстати, у нас скоро на канале будет Джо Сасс. Это чувак, у которого я научился TRDR, я вам рассказывал об этом. В общем, он специалист вообще нереальный в этой теме и в принципе в криптосфере давно. Но это ладно, смотрите. Сильный продавец, причем на дневке. Это мы смотрим 4-х часовик. Здесь, как мы видим с вами, уже вот тройная продажа идет. На дневке все выглядит отлично. Смотрите, опять пропал. На дневке мы в телеграм-канале, в нашем, кстати, обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны. Мы в нашем телеграм-чате, точнее, в канале и в чате особенно закрепляем постоянно сигналы. Здесь, когда появляется, исчезает сигнал. Вот, у нас есть телеграм-канал, а также есть телеграм-чат, друзья. И в телеграм-чате чаще просто закрепают сигналы, потому что в канале не будешь каждые 5 минут спамить. Вот, апдейт по TRDR. Видите, сигнал пропал. Вот, а до этого он тут был, как вы видите, появлялся. То есть, сейчас, о чем это нам говорит, что этот сигнал то появляется, то исчезает. Смотрим, закрепится ли он на закрытие дневной свечки. Получается, что уже следующей дневной свечки. Ну, у кого какое время, ну, вот здесь UTC. Короче говоря, на дневке вот сейчас все выглядит в лонг. Потому что, смотрите, поддержку удержали. И если вы посмотрите раньше, такие поддержки, покупки, мы их, ну, практически все время удерживали. Вот, видите, здесь отмечено на графике. То есть, по логике сейчас мы ее тоже можем удержать и пробить канал вверх. Но, есть риск, увеличивается риск того, что, ребята, если мы приближаемся локально, нас может ждать более глубокая коррекция. Вот что я вам хочу сказать. То есть, сейчас, грубо говоря, у битка появляется вот такое нисходящее сопротивление условное. Пока мы не знаем, где его здесь граница. Может быть, вот здесь. Может быть, уже вот здесь, по телам свечей. Но, грубо говоря, если мы сейчас отвергнемся где-то в этой зоне и пойдем дальше, то я бы ставил бы, наверное, на локальный шорт. Но даже если это не шортил, то как минимум бы прикрыл часть лонг позиций. Что я, собственно, сейчас и делаю, ребята. На наших любимых биржах, на Bybit, вот я только что прикрыл часть эфирного лонга, поставил стопы. Да, прикрыл часть позиций и поставил стопы. Очень важно, потому что вы же не хотите терять. Я имею в виду, если вы заходили, конечно, не по 1000 долларов в этот лонг по эфиру, или там по 20 тысяч по биткоину, и вы стоите во втором плече, то это окей. Я имею в виду, если вы заходили вот локально сейчас, если вы этим интродейте, скальпите. А я вижу, что таких много у нас, кстати, в комьюнити. Так что это еще одна причина, по которой вам стоит подписаться на все наши ресурсы, и Телегу, и Ютуб, и Бастион, чтобы быть в курсе последних сделок и того, что происходит в моменте. Так что еще раз повторю, в долгосрок вообще даже не рыпаемся, только докупаем на просадках, если у вас есть кэш. Но если вы трейдите этим, то, конечно, часть позиций нужно прикрывать. Хотя выглядит все так, что да, вот по альтам особенно, я вот смотрю на Мекси сейчас, XLM, Atom, все выглядит так, что оно пойдет сейчас наверх выбивать. С другой стороны, почему оно так выглядит? Потому что я так хочу. Вот, а на самом-то деле, вот опять же, нисходящее сопротивление. То есть, в принципе, мы видим, что многие альты сейчас забились вот в такой вот треугольник. И будем посмотреть, куда из него выход, ребята. Если выход вниз, то, конечно, надо часть позиций прикрывать, чтобы не терпеть убытки. Вот что я вам хочу сказать. А так-то в целом понятно, что Лонг и Туза Мун, ребята, он неотвратим. И вчера у нас вышло видео, и два дня назад тоже про Блэк Рок, которые хотят отнять ваши битки. Поэтому в долгую, конечно же, не надо им их продавать. Вот это забавный мемчик видео, давайте отвлечемся. Посмотрите, капитализация биткоина называется. Вот, микростратеджи зашло. Тесла залетела. Большие деньги двигаются медленно, понимаете? И нужно время, чтобы... Им нужно подтверждение, чтобы войти в рынок. Ну, собственно, да. И что мы видим? Walmart, Netflix, Apple, Coca-Cola, Bond Market, недвижимость, рынок этих... Облигации, недвижимость, пенсионные фонды. Все, короче... Да, и в конце Berkshire, Heartway Bank. Забавно. В общем, друзья, мы не унываем. Помним, что в долгую биткоин ведет себя вот так вот. И удивляет всех. Его хоронили уже много-много раз за эти 15 лет, а он продолжал всех удивлять. Своей положительной динамикой. Да и хорошо, что большинство этого не понимает. Вы поймите, сейчас все то, что все говорят, орут за коррекцию. Видите, даже я вам выпускаю видео про коррекцию. Ну, потому что она может произойти. И это надо понимать. На краткосроке, конечно же, Short, а в долгосроке Long. Всегда причем. В самих словах это заложено. Short – это ненадолго, это позиция спекулятивная. А вот Long – это навсегда. Вот. Но, мое дело вас предупредить, у нас образовался нисходящий вот такой вот... Какой-то... Ну, в принципе, кстати, похоже на падающий клин, который тоже, по идее, должен пробиться наверх. Но, если мы сейчас, ребята, еще раз вам говорю, вот не пробиваем этот уровень, где у нас эта плита, давайте посмотрим. Ну, в принципе, плита-то, кстати, растущая. Плита растущая, потому что цена-то растет. Но, грубо говоря, сейчас вот где мы находимся, вот сейчас все еще здесь есть сильный продавец. По стаканам мы видим, по сумме всех спотовых стаканов, мы видим, что продавца лимитного больше. То есть, цену гнать вниз к 40 тысячам или к 39 легче гораздо. И мы это с вами видели, кстати, еще вот отсюда, и с тех пор цена пошла вниз. Вот, и вы тоже можете подключить себе TRDR, друзья, ссылка в описании. Сервис просто чумовейший. То есть, он реально подгружает все данные со всех бирж, которые вам надо, вот, и показывает вам это на графике. И Candle Wave, кстати, тоже отсигналил на продажу. Candle Wave – это еще один сервис, который похожим образом работает на TRDR. Поэтому, что тут скажешь, друзья? Подтягиваем стопы, плавно разгружаем часть позиции, если вы стоите в большом плече. Ну и следим за рынком. Вот. Если пробьем сейчас это дно, то я думаю, что там первая остановка – это 38, а скорее всего из-за каскада ликвидации, который начнется, то там и 36, и 34 можем увидеть. Поэтому, что? Ставим стопы, тейки, лайки. Обязательно. Подписываемся на канал, в телеграмчик. Жмем на колокольчик, чтобы не пропустить следующие. И пишем комментарии, кстати, потому что таким образом вы автоматически участвуете в розыгрыше. Если вы подписаны на наш канал, на наш телеграм, на наш бастион, пишите комментарии и являетесь нашим рефералом, хотя бы на одной из вот этих вот бирж, ссылки на которые в описании, то вы автоматически участвуете в розыгрыше крипты, который сейчас у нас проходит в честь пробития 100 тысяч подписчиков. Кстати, нас уже 100 тысяч 700, ребята. Большой вам за это респект. Еще раз повторяю, условия для участия в конкурсе. Подписка на YouTube, Telegram, Bастион. Лайк, естественно, этому видео. Комментарий под этим видео желательно развернутый. Не из двух-трех слов, потому что мы будем фильтровать от ботов. Лучше пишите хотя бы 2-3 предложения. И, соответственно, если вы еще не наш реферал, то зарегистрируйтесь по любой из этих ссылок. А лучше на всех, ребята, потому что реально, я вам говорю часто, кто меня смотрит, ни в коем случае нельзя держать деньги на одной бирже. Обязательно диверсифицироваться на разных биржах. Знаете, потому что мы не знаем, где следующие FTX, мы не знаем, где следующие AAX и прочее, Mount Gox и так далее. Поэтому, друзья, вот так вот обезопасьте себя от рисков и давайте прибыль и течь. Помните, что мы в Булране. И если мы сейчас пойдем вниз, то это в целом заходной на покупку, на лонг будет. А если мы сейчас не пойдем вниз, ребят, то как бы извиняйте. Но, кстати говоря, если мы сейчас пойдем наверх, то вот тут уж скорее всего с большой долей вероятности у нас вернут в эту зону как минимум и дадут закупиться еще раз. Поэтому не жадничайте, не торопитесь, соблюдайте риски. Всем профитролей. Спасибо, что смотрите. И до следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok